в чем прикол китайских электромоторов почему их нельзя вообще покупать на точнее можно но быть готовым ко всему вот тоже самый серийник из коробки вот так вот электромотор выглядит изнутри значит смотрим полтора киловаттного мотора ширина магнитов должна быть по паспорту как там написано 35 миллиметров здесь как вы видите всего 30 миллиметров соответственно ширина вот этих пластин тоже меньше даже 30 миллиметров соответственно не совпадает размер видите сколько свободного места осталось и должны быть пластины то есть вот это вот ширина нормальная как у любого мотора а у ширина магнитов меньше чем должно быть дальше количество вот этих проводочков по паспорту не должно быть 14 а здесь их всего 11 штук тоже не совпадает дальше количество вот этих витков должно быть 4 а здесь их ну либо 3 либо 4 это не видно похоже в принципе что четырех тут есть самое интересное кстати вот этот мотор он лаком не покрыт сейчас я покажу вот эти вот обмотки надо сразу самого начала лаком покрывать видно да что уже ржавчина коррозия пошла то есть пару недель покататься и это все заржавеет но у этого мотора вот эти вот провода все подвязаны то есть все вот эти вот скрутки они уже зафиксированы такой вот ниточкой потом я как-нибудь покажу другой мотор китайский там это все свободном плаву не болтается дальше вот это все видите да просто на хомутике здесь вот никакой термоусадки никакой изоляции то есть все будет болтаться от вибрации может вот этот вот контакт перетереться это тоже нехорошо то есть это на самом деле не полтора киловаттный мотор как было написано а всего лишь 1 и 2 или киловатт но сечение вот этого провода сейчас я тоже замерю она пол паспорта идет два с половиной миллиметра самого проводника то есть не изоляции вот здесь 22 и 2 миллиметра в изоляции соответственно тоже не соответствует соответственно где-то на миллиметр сечения этого проводника он не способен пропускать такие токи которые нужны полтора киловаттному ну и вот это вот похабщина который вообще никак нельзя за не за изолированных ну как же таки разъем сразу меняем на нормальный вот вот так вот выглядит моторчик direct drive магнитный внутри который должен быть полтора киловатта на самом деле он намного меньше